Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Немножко у нас необычное начало. Я хочу с утра проверить установки своего интернета. Мне его вчера после долгих мытарств целый день прошел, пока я созванивался, покупал то, приносил другое, подключал, включал, включал, снова пробовал различные варианты. И часам к восьми с помощью технической поддержки удалось все наладить и вы теперь видите, что DSL, это у меня подключение к интернету, загрузка 51 мегабит в секунду и выгрузка 10 мегабит. О чем это говорит? О том, что до этого у меня было 2 мегабита в секунду и 0,5 выгрузки. Можете представить, что можно на таких скоростях, какие могут быть вебинары. Да никакие. Так, соединен он меня с помощью Wi-Fi. Интернет работает, все работает. Ну что ж, можем начинать. И сегодня, дорогие друзья, мы будем работать с вами вот здесь. Причем откажемся полностью от дополнительных источников света. Будем использовать только этот свет из окна. Я решил, что чисто на белом фоне я не хочу. Я хочу сделать на вот этих моих белых покрашенных досках еще парочку здесь поставить. Эти уберу, покрашу под белые тоже доски. И для того, чтобы отказаться полностью от других источников света, мне нужен здесь отражатель. Ну, обычно я использую очень просто. Я ставлю сюда пенопласта. Но это все неустойчиво. Вы видите, да? Я сегодня по дороге нашел вот такую раздевалочку мобильную. Мне показалась она очень и очень подходящей. Посмотрите, как оказалось. Раз и все. В крайнем случае можно даже закрепить, как-то привязать сюда. Или с проволочками. Так, раз. Готово. И при этом я еще могу ставить сюда серебряный отражатель. Ну, это мы посмотрим уже в процессе работы. А сейчас я подготовлюсь. Покрашу пару досок. Краску я использую грунтовую. То есть это, по сути дела, грунт. Вот и достаточно. Как вы видите, я не до конца заливаю всю краску. То есть оставляю какие-то просветы. Оставляю тут рисунок еще дерева немножко. То есть как бы хочу такую декоративную поверхность получить. Ну, я думаю, что я ее уже и получил. Теперь дадим этому высохнуть. А пока займемся уже составлением своих здоровых, детоксичных напитков. Дождь. Люблю дождь. Я долгое время гадал, почему быть. Люди любят солнце. Люди любят лежать на пляже, там, загорать. А я люблю дождь. И потом, после того, как я почитал Фреда, я действительно покопался в своем детстве и нашел. Дело в том, что я каждое лето моими родителями был отправлен в фионерский лагеря. Сначала до конца. И мы там ходили, строим. Мы там учили какие-то речевки на линейке. В лес строим, на речку строим. Все по свистку. И вот эти мероприятия всегда, все это общее. Наверное, мне не нравились, потому что вот только в такую погоду мы могли сидеть в палатах и заниматься тем, кто чем хочет. Ну, некоторые ребята устраивали бои подушкой, пока не прибегала вожатая. Некоторые просто спали или болтали. А я любил читать. Я очень любил читать. Я шел в библиотеку, брал книги, там было их много, и читал. За поем читал, мне никто не мешал. Мне никто не звал куда-то идти маршировать или куда-то идти строим в столовую. Не, мы все равно ходили. Но вот именно вот это состояние того, что ты можешь делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, и не ходить со всеми в ногу, вот это мне всегда, видать, нравилось. И это осталось во мне, это осталось на всю жизнь. И до сих пор, когда я вижу, слышу дождь, он неприятен. Я люблю осень. Вот такое, лирическое отступление. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, дорогие друзья, на часах у меня 2 часа. То есть мы за 4 часа сделали 10 фотографий. Вот они. Сейчас я сделаю еще в рустикальном стиле. То есть переверну просто доски. В принципе, постановка будет та же самая. И поэтому я вас не хочу этим мучить. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Всего вам доброго. Творческих успехов. С вами была фирма Петерсон. И я, Эдон Петер. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА